Это такие препараты, которые выделяются из тканей животных, мы с вами все животные, млекопитающие. И у нас у всех в организме, собственно, вся наша физиология нашего организма заключается в биохимии. В каждой клетке существуют такие механизмы, происходят биохимические, когда определенные молекулы, пептидные, короткие молекулы, которые каждая клетка сама вырабатывает, проникают в ядро клетки и включают генный механизм, который приводит к тому, что эта клетка начинает синтезировать тот белок, который она должна синтезировать. Каждая клетка должна синтезировать какой-то белок. Ну, так устроен организм у нас. У всех млекопитающих так устроен. У нас, у коров, у кроликов, у всех. И вот, когда мы молодые, красивые, здоровые, у нас все это происходит по принципу саморегуляции. То есть, организм сам знает, когда какие пептиды нужно вырабатывать, и вырабатывать в нужном количестве. А вот если мы немножко уже не такие молодые, или действуют на нас вот эти экстремальные факторы, то происходит сбой вот в ритме, алгоритме, таком биоритме выработки вот этих пептидов информационных. И мы нашли такую технологию, разработали, которая позволяет выделить вот эти вот пептиды из тканей млекопитающих. Они ровно такие же. У человека, у телят, у поросят, у крыс, у всех одинаковые. Они не имеют никакой видовой специфичности. Они для всех млекопитающих одинаковые. Поэтому мы смогли на основании вот этих вот препаратов, вот этих пептидов, сделать препараты, которые позволяют, когда мы их принимаем, они позволяют дополнить вот те пептиды, которые в норме, они должны у нас вырабатываться, и не успевают вырабатываться. Вот мы дополняем. И получается, что организм запускается опять по принципу саморегуляции. То есть подтолкнули, и дальше он нормально опять функционирует какое-то время.